Киа. Кстати, Киа это тоже, насколько я знаю, пригнан в Соединенных Штатов Америки Солто с 21 года. Здесь вот пробег. Давновато она продается, но сейчас в принципе все свежие машины продаются не сильно быстро. Рено Сандеро Степвей, 18 год, 1.6 бензин, 90 тысяч пробег, 12 с половиной тысяч долларов. Блин, ну, для своего ценового сегмента достаточно надежный, простой автомобиль. Если вы решили приобрести какой-то премиум, будь то Lexus, ну, автомобиль S-класса, будь то Mercedes, там, я не знаю, да любой, на самом деле, 220, 221 Mercedes, там, BMW F10, ну, в общем, премиум, которому уже больше 10 лет, тут надо понимать, что не стоит приобретать такие автомобили на последней бездаче, потому что, несмотря на то, что это старый премиум преклонного возраста, но ремонт и обслуживание, это такая достаточно серьезная трата в ваш бюджет. До Рестовы, 14-го года, 1.6 бензин, 130 тысяч заявлен, по крайней мере, пробег, 8999 долларов. Он заведен, прогревается, можно видеть, работает. Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи, имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Всем привет! Ну что, мы приехали на одну из минских автокомиссионок. Это, кстати, достаточно большая площадка по продаже автомобилей в Республике Беларусь, в городе Минске, соответственно. И сегодня мы посмотрим большое, действительно большое количество автомобилей в разных ценовых сегментах, как от бюджетных, так и до более дорогих премиальных автомобилей. Единственное, что основная масса автомобилей, которые мы сегодня посмотрим, это свежие автомобили. Так как на этой площадке каких-то прям старых автомобилей, они, конечно, есть вот там вон процентов 5-10 из всего, что здесь находится, но их тут мало. В общем, цены на бюджетные автомобили свежие, свежепригнанные. Много здесь автомобилей свежепригнанных из Европы, Соединенных Штатов Америки, Кореи, Китая и тому подобное. Погнали! Одна перчатка у меня, поделились мы с оператором. Да, и короче, те машины, которые цены видно не будет, мы их смотреть, конечно же, не будем. Опа! Вот такой вот GMC Terrain 22 года, полтора литра бензин, турбобензин. 22-й год, 4.400 пробег, то есть, по сути, получается практически новый автомобиль с минимальным пробегом. Цена не маленькая, 42.500. Ну, по Terrain 2 двигателя могло быть, полтора и 2 литра турбо. Что касается по этому автомобилю, автомобиль свежий, в жирной комплектации, на кожаном салоне, с панорамной крышей, черный на черном, бесключевой доступ. Единственное, да, огромный плюс, это маленький пробег, но все-таки есть и минус американских автомобилей. Скорее всего, он или после каких-то повреждений, ну, как вариант, потому что это америкос, или утопленник. Хотя бывают в Америке и целые автомобили, но это редко. Больше все-таки в 90% случаев автомобили после каких-то моментов, связанных с ДТП и тому подобное, в общем, повреждения. Но, опять же, тут надо понимать, что повреждения, повреждения розы. Надо смотреть, какие были повреждения, и уже более детально смотреть, насколько это все качественно было дело сделано. Здесь Equinox. Интересно, это, ну, не обычный Equinox, как вы привыкли видеть, там, ну, как обычно, там, полтора литра турбо или два литра турбо. Здесь 1.6 дизель 2018 года, 120 тысяч пробег, цена 24 999 долларов, иммобилайзер, сигнализация. В общем, дизельный вариант, без панорамной крыши, но с бесключивым доступом в круг, на таком интересном кожаном салоне, мы грыжем на автоматической коробке передач. Ну, действительно, достаточно редкий Equinox в наших широтах, именно дизельная версия. Все-таки у нас, я не знаю, сейчас, наверное, в продаже, я не удивлюсь, если их вообще по Белоруссии там раз-два и общался, то есть мало продается именно дизельных. Ну, это уже наверняка будет бензин, скорее всего, полтора литра турбо-бензин, да, полтора литра 2019 года, 85 тысяч заявлен пробег, 19 999 долларов, тоже панорамы нету, комплектация не написана, но, скорее всего, LT какая-нибудь. Ну, в общем, по комплектации не самая жирная на тканевом салоне, на автоматической коробке передач, безключевой доступ, стекла затонированы. Такой вот Америкос. И вот такой вот Kia, кстати, Kia, это тоже, насколько я знаю, пригнан Соединенных Штатов Америки, Солтас, 21 года. Здесь вот пробег, я... давновато она продается, но сейчас, в принципе, все свежие машины продаются не сильно быстро. 1.6 бензин, 21 год, 24 999 долларов, и пробег здесь заявлен 125 тысяч, но, насколько я помню, здесь пробег меньше, здесь маленький пробег, то ли 12, наверное, ну, перепутали, может, ноль, предположительно, но надо смотреть более точно. Но комплектация у Солтаса хорошая. Можно видеть комбинированный салон, ткань кожи, автоматическая коробка передач. По повреждениям что-то вот здесь было по задней части больше. Это вот я помню, потому что его смотрели как-то. Даже видео на канале было с этим Солтасом. Ну, и вот такой вот Nissan Kex. Kex. Kex, в общем, постоянно ковяркиваю эти названия, блин. 1.6 бензин, 19 год, 44 тысячи, ну, 45 тысяч, грубо говоря, пробег. Цена 24 999 долларов. И тут у нас, вижу, ценник 12 999 долларов. Вот такой вот джип. Компас 2.4 бензина, год. Вроде бы 2013 или 2011, ребят, к сожалению, плохо видно. Люк присутствует. Тканевый салон, автоматическая коробка передач. По железу таких годов компасы обычно, ну, неплохо они гниют. Ну, в этом случае, вроде как, тут, конечно, плохо видно. Он весь такой вот в изморозе. Закрыты все машинки. Поэтому плохо видно, на самом деле. Ну, вроде еще по кузову, вроде бы, более-менее живой, на первый взгляд. Рено Сандеро Степвей, 18 год, 1.6 бензин, 90 тысяч пробег, 12 с половиной тысяч долларов. Блин, ну, для своего ценового сегмента достаточно надежный, простой автомобиль. Максимально бюджетный, без комфорта, но надежно. И недорого в обслуживании, и в ремонтах. Единственное плохо, что сейчас такого формата автомобиль, вот такой автомобиль, уже новым не купишь. В общем, заводы закрылись, все закрылось. Новых их больше не продается. И это относится не только к Сандеро, но и к Логанам, и Дастерам вообще ничего нет. 12 с половиной тысяч долларов на механические коробки передач. Сейчас только если покупать такого формата автомобиль, ну, бэушный. И здесь такой вот Туран. Свежак, судя по всему. На тканевом салоне, на шестиступенчатой механической коробке передач. Даже посмотрим, что за него просят. Я вижу 18 с половиной американских денег. 1,6 дизель, 18-го года, Туранчик. 249 тысяч заявлен пробег. 250. Кто-то скажет, Кирилл, а как так? 18-й год, 250 тысяч пробег. Ребят, автомобили из Европы, я постоянно это периодически говорю в своих видео. Они как бы дизельные, в основном к нам приходят автомобили до 5 лет с пробегом 150+. Если вдруг вы пришли, стоит Туран такой, там, 19-го даже года. А цена у него 1017, ну, не поверху рынка, а посерединке или понизу. И пробег 90, например, или 80 заявлен. То 99,9 пробег смотанный. Это лично мое мнение, которое я никому не навязываю, но, тем не менее, оно так и есть. Киосид. Ну, тут мы, наверное, да, тут ценника мы не увидим. Тут тоже, ну, то, что без цены, ребят, и то, что где-то не видно, мы сразу проходим. Ну, и вот сразу к Лексусу. Лексус 14800, старый премиум. ЛС 4.6 бензин 2009 года. Такая вот пушка ракета, ребят. Ну, тут, конечно, все дорого-богато. Черный на черной коже, на автомате, вставки дерева, деревянный руль, люк присутствует. Но, в любом случае, господа, если вы решили приобрести какой-то премиум, будь то Лексус, ну, автомобиль С-класса, будь то Мерседес, там, я не знаю, да любой, на самом деле, 220-й, 221-й Мерседес, там, BMW F10, ну, в общем, премиум, которому уже больше 10 лет, тут надо понимать, что не стоит приобретать такие автомобили на последней бездаче, потому что, несмотря на то, что это старый премиум преклонного возраста, но ремонт и обслуживание, это такая достаточно серьезная трата в ваш бюджет. Особенно, если вы приобретете такой автомобиль на последней бездаче, а потом окажется, что что-то там с чем-то не так, где-то коробка подгуляла, где-то турбина, не турбина, еще что-то, ну, в общем, это прям неприятные траты могут получиться. Opel Meriva, 1,4 бензина, 2011 год, 240 тысяч заявлен пробег, цена 7999 долларов, вот это один из немногих автомобилей, которых здесь, ну, не сильно дорого, в высоком ценовом сегменте, на механике, на тканевом салоне, стекла затонированы, ну, тут, ну, есть уже, да, я уже вижу, тут уже в таком бюджете, вот, можно видеть, коррозия, жуки, моментов достаточно много и хватает, если вот, арку эту прочистить, тут вот коррозия сразу видно, просто внимательно посмотреть, никогда не спешите в осмотре автомобиля, даже если вы не сильно разбираетесь, придите просто внимательно, посмотрите, где-то подсветите, посмотрите, вот тут коррозия есть по низам порогов, главное, внимательно это все посмотреть, ну, и здесь машины, вот вроде осадков-то не было уже давно, да, но вот такая вот изморозь, да, подзамерзшая, и ценники просто-напросто, даже мы чистим, а тут просто белое пятно, Tesla, Tesla Model U, младший, так скажем, собрат, Tesla Model X, 2022 год, 51999 долларов за нее просим, ну, тут, конечно, совсем бедняга подзамерзла электричка, на кожаном салоне, черный на черном, тонировка, ну, тут тоже надо смотреть, потому что если автомобиль Соединенных Штатов Америки, то вполне возможно, что могли быть какие-то повреждения, и вот такие вот китайцы, ну, тут мы не рассмотрим, ни цену, ничего, и сразу перейдем, вот к этим вот, Kia Sportage, судя по всему, ну, это не российский, наверное, Kia Sportage, а скорее всего, пригнанный, 22-го года, полтора литра бензин, и цена у него, блин, плохо видно, вроде бы, что-то в районе 29,000, что ли, ну, реально там не рассмотришь, ну, практически новый автомобиль, по пробегу, блин, тоже, к сожалению, тут то ли 16, то ли 26,000 пробега, что-то в этом роде, на коже, на автомате, комплектация хорошая, с панорамной крышей, так, тут что-то мы, вот этот джили, этот джили тоже не белорусский, судя по всему, это просто написано, новый автомобиль, да, из Китая, судя по всему, из Китая, по информации, блин, да нет, тут особо никакой информации, то ли 22 года, то ли не 22, ну, что-то максимально свежее, но прям ценника просто на него не напечатано, поэтому двигаемся дальше, и тут в рядок можно видеть, такую вот, бюджетных несколько америкосов, ну, это бюджетный сегмент, это Бьюикин Кор, в Америке, ну, америкосы, а в Европе это Opel Mokka, это будет 1.4 турбобензин, 21 года, вот именно представленный автомобиль, пробег, ну, вот по пробегу интересно, 1700 километров, 24 999 долларов, ни люка, ни панорамы нету, бесключевой доступ, ну, на них, наверное, практически всех бесключевой, на светлом кожаном салоне, на автоматические коробки передач, ну, блин, если действительно такой пробег, он вполне возможен, потому что, вообще, американскую машину, вообще никаких проблем нет, посмотреть, оригинальный пробег или нет, в целом-то, если действительно пробег такой, и повреждения у него были, незначительные, не сильно большие, качественно это все сделать, ну, практически новая машина получается, еще один Бьюикин Кор, только уже в белом цвете, тоже на черном кожаном салоне, ага, тут ценник упал, я вот смотрю на сиденье ценник у него, 1,4 бензин, 18-го года, пробег 45 тысяч 46, 18 с половиной тысяч долларов, за него просят, здесь вот такая вот, хонда свежая, маленький такой кроссовер, HR-V, если я правильно произношу, ребят, название, 18-го года, 1,8 бензин, 166 тысяч заявлен пробег, 22 тысяч 499 долларов, за него просят, ну, да, как-то не сильно дешево, я бы сказал, ну, сейчас-то все не дешево, сейчас, ну, блин, сейчас вообще рынок, в принципе, не дешевый в Беларуси, хотя в очередной раз я могу сказать, что некое падение цен, оно есть, ну, оно было, не скажу, что вот прямо сейчас, в 24-м году, машины дешевеют, но, если смотреть то, что было год-полтора назад, рынок был на самом пике, сейчас все-таки автомобили, процентов, ну, на 10, где-то на 15, они подупали, чем было полтора года назад, конечно, нам далеко до периода 20-х годов, но, тем не менее, но все равно, в целом-то, машины очень дорого сейчас, что новые, что бэушные, с новыми вообще дела обстоят, ну, так себе, потому что многие, автопроизводители, автобренды ушли, с Беларуси, здесь вот такой вот Ford, S-Max, 18-го года, 2 литра дизель, 182 тысячи заявлен пробег, цена 21 тысяча, 999 долларов, на тканевом салоне, на автоматической коробке передач, и сразу тут вот, Chevrolet Malibu, Premier, ну, давайте посмотрим, что тут, полтора литра или два, а, ну, тут не полтора, не два, еще нету по нему информации, видно, видно, не напечатали еще даже ценник, ну, и вот сразу Chevrolet Cruze, Cruze 2019 года, 1,4 турбобензин, 27 тысяч, грубо говоря, заявлен пробег, 19 тысяч, 900 долларов, на кожи, на автоматической коробке передач, вот такая комплектация, даже, наверное, средняя, или, может быть, даже, выше средней, Hyundai Palisade 2.2 дизель, 19-го года, 79 тысяч, именно у этого пробега, цена 39 с половиной тысяч долларов, можно видеть, черный на черной коже, на автоматической коробке передач, Palisade, и второй Palisade, точно такой же, давайте тоже бегло зацепим, только этот, видите, с подножкой, а этот без, ну, мелкие какие-то отличия, по комплектации, по каким-то допам, на коже, на автомате тоже, 38 тысяч, 999 долларов, это 2.2 литра дизель, 19-го года, пробег побольше, 97 тысяч, под 100 тысяч, получается, вот это вот, аудюшка E-tron, 20-го года, 100 тысяч, ну, 101, грубо говоря, заявлен пробег, 52 тысячи, 999 долларов, такие у него камеры, замес зеркал, на светлом, в таком бежевом, кожаном салоне, затонированные стекла задние, и сразу тоже, одна, ауди, это уже, Q5, комбинированный салон, ткань кожи, на автомате, в S-line, ага, и, к сожалению, ценника нету, Buick, 2-х литровый бензин, турбобензин будет 20-го года, 18 тысяч заявлен пробег у него, 23 тысячи, 999 долларов, хорошая комплектация, на панораме, бесключевой доступ в круг, черный на черном кожаном салоне, ну, тоже, как я уже сказал, ребята, вот вы напишите, вот, вы бы лично рассмотрели бы американскую машину, которую привезли с Соединенных Штатов Америки, да, после повреждений, но, после небольших повреждений, ведь никто не будет спорить, что одно, если, конечно, там был форшмак, там полмашины снесло, там лонжероны, все поуходило, геометрия ушла, это все из говна и палок сделали, и продают, о таком автомобиле речи не идет, я имею ввиду, были, например, какие-то легкие повреждения по навеске, да, там поменяли бампер, фару, капот, может быть безопасность подушкой где-то стрельнула, ее тоже заменили, не заглушку поставили, а именно заменили, и сделали это все дело качественно, и безопасность, и геометрия автомобиля, все на месте, вы бы такой автомобиль рассмотрели бы к покупке, перейдите под это видео в комментарии, и напишите свое мнение, вот такой вот доджик, 2.4 бензина, 19-го года, 56 тысяч заявлен пробег, 17 999 долларов, в таком, даже это не белый, а такой молочный, ну какой-то молочный такой цвет, не совсем белый, с желтизной немножко, на тканевом салоне, на автомате, ну комплектация не самая жирная для него, на ренджик цены не вижу, она может быть, ребята, и есть, просто что, ну сами видите, такая вот изморозь, Ford Escape, 18-й год, 1.6 бензин, 47 тысяч заявлен пробег, 19 999 долларов, на автомате, на черной коже, ну и конечно же, не мог не показать, это бусы, микроавтобусы, вот этот вот, цены мы не увидим, а вот Opel, стоит посмотреть, если мы вообще, что-то там, Vivara, 2017 год, дизель 1.6, цена 20 500 долларов, пассажир, закрыт, на тканевом салоне, на механической 6-ступенчатой коробке передач, по местам спереди 3 места, здесь 1, 2, 3, 6, 7, 8, то ли 8, то ли 9 мест, по вот этому вот Opel, вообще вот про бусы часто пишут, ребят, но на самом деле бусы не часто, вот приходишь на такие площадки, вот здесь еще нормально бусов, если посмотреть, да, там вот еще этот стоит, правда на него цены нету, обычно бывает, придешь там на площадку, там у них 50-100 машин продается, и может быть ни одного буса, здесь хоть штук 5, да, есть, таких площадок, где вот, например, еще спрашивают, коммерческий какой-то транспорт, в формате трактора, сидельные тягачи, самосвалы, если честно, таких площадок я вообще не слышал, чтобы в Беларуси было, если вы знаете, где есть площадка по продаже, какой-то коммерческой строительной техники, я имею ввиду там, тыошки трактора, бульдозеры, там я не знаю, самосвалы, сидельные тягачи, прицепы, полуприцепы, напишите мне в комментариях, сбросьте адрес такой площадки, я просто не нашел такую, а периодически люди просят, что-то в таком формате подснять, так, здесь 29, 999 долларов, к сожалению, не видно, какого года, ничего вообще, по большому счету, информации не видно, и здесь, увидим ли мы что-то, нет, к сожалению, тоже, Mercedes, грузовой, цельнометаллический, целых 2, пока без цены, Range, тоже, если честно, ценника я и не вижу на него, ну и давайте, вот тут я смотрю, старички какие-то стоят, по Ситроену, нету, на Тойоте вроде бы что-то там виднеется, ценник, Prius 15 года, 120 почти тысяч заявлен пробег, цена 19 999 долларов у Prius, ладно, его бегло, Largus, цены не видно, ну вот этот старенький Ford, Mondeo 2000 года, это дизель, кстати, 1,8 литра, ну это, пожалуй, один из самых дешевых и старых автомобилей, которые вот именно на этой площадке продается, 19 999 долларов, в универсале, ну, состояние у него, конечно, если посмотреть, да, он такой, подуставший экземпляр, конечно, спору нету, еще со штатной магнитолой, кассетной, на механической коробке передач, плесень, или что-то на сиденьях, такие вот саморезы, ну, с учетом торга, блин, ребят, ну сейчас на самом деле, если кто-то думает, что нужно за 2-3 тысячи приобрести хороший автомобиль, то вы ошибаетесь, и это не дело в автокомиссионках, что мы вот по автокомиссионкам ходим, у меня, например, на канале есть видео, и в тиктоке есть видео нарезки, где смотрим даже, ну, смотрят автомобили не с автокомиссион, а именно по объявлению, вообще, я так скажу, что в бюджете до 6-7 тысяч долларов, сейчас, ну, максимально сложно что-то купить, хотя бы более-менее адекватно, можно перелопатить, там, ни один, ни два, и ни пять, и порой даже не 10 автомобилей, и ничего, даже более-менее не найти, сейчас очень сложно, вообще, бюджет до 10 тысяч долларов, он один из самых таких сложных, без цены, ну, вот, Volkswagen Polo, до Рестовы, 14-го года, 1,6 бензин, 130 тысяч, заявлен, по крайней мере, пробег, 8999 долларов, что-то затроил я уже, он даже открыт, он заведен, прогревается, можно видеть, работает, кондиционер присутствует, 5-ступенчатая механическая коробка передач, кстати, кто-то спрашивал, Кирилл, как определяешь, вот ты идешь, и сразу говоришь, Рест или не Рест, даже не видя года автомобиля, ребят, все, элементарно просто, сзади как определить, он и спереди немножко отличается, и сзади, ну, вот, личинка есть, в Рестово уже личинки нет, там просто, по центру открывается, Поршик, что тут по Поршику, 21-й год, Макан, 2 литра турбобензин, 66 тысяч долларов, 7, ничего себе, ребята, пробег 7900 заявлен, если действительно такой пробег, то это прям жир, практически без пробега автомобиль, BMW, X4, 19-го года, 3 литра бензин, 44 999 долларов, 40 тысяч заявлен пробег, стой, 40 или больше, я что-то, а нет, ребят, чуть не обманул, 70, 70 тысяч у него заявлен пробег, давайте вот это еще посмотрим, бегло, Вольву, потому что часто, часто запросы, это Вольва, Кирилл, почему так мало Вольв показываешь, но на самом деле, Вольв не сильно много, вот может даже на этой площадке, если 2-3 найдется, то это уже много, С90, 17-й год, 2 литра дизель, 200 тысяч почти заявлен пробег, цена 27,5 тысяч долларов, на автомате, на коже, все дорого-богато, но это и не мудрено, это все-таки С90, Ребят, ну а вы пишите, с каких бы площадок, вы бы хотели увидеть, следующий ролик, ну, следующий, я даже сделаю анонс, наверное, следующее видео, после этого, на моем YouTube канале, это будет видео, по новым автомобилям, третье видео, в 24-м году, ищем мы, ездим, по автосалонам, новых автомобилей, ищем что-то доступное, рассчитываем кредит, смотрим, что есть в наличии, в 24-м году, по новым автомобилям, а если вы не смотрели видео, по новым автомобилям, в 24-м году, два видео уже вышло, то перейдите ниже, посмотрите, на этом все, всем удачи, всем пока,